Во имя Отстания, Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня для нашей пользы и нашего наставления Церковь на Литургии воскресного дня читает притчу о немилосердном взаимодавце, о двух должниках, которые так по-разному поступили и сложилась их судьба. Один царь позвал к себе человека, который был ему должен, 10 тысяч талантов. Талант – древняя восточная монета, золотая или серебряная, которая очень дорого ценилась в то время. Исследователи, современные уже исследователи, посчитали, что если перевести эту денежную единицу на современные какие-то средства валютные, то это будет миллион долларов. Миллион долларов был должен какой-то обычный человек богатому господину. И он стал угрожать, что посадят его в темницу, продаст его семью, его детей, жену, чтобы он отдал все-таки этот долг. Но несчастный ничего не имел и умолял хозяина о пощаде и прощении. И был прощен. Весь тот долг, сказано в Евангелии, простил господин этому человеку. И вот что же происходит дальше? Происходит удивительное, что он выходит на улицу, идет, встречает своего товарища, который ему должен был не столь большую сумму, сто динариев, гораздо меньшая сумма, и начал его душить, и стал от него требовать возвращения этого долга. Но тот не мог ничего так же отдать. И тогда берет, хватает его и бросает в темницу. Это видели товарищи, друзья знакомого. И пошли, донесли хозяину о том, что произошло. И тогда господин призывает вновь того прощенного должника и говорит ему, твой долг, я весь простил тебе. Почему бы и тебе так же не поступить со своим должником? И бросил его в темницу. Перед нами, конечно, притча. Здесь все как бы обострено. Но в реальной жизни такое может случиться, может и не случиться. В реальности хвостока наверняка такое где-то когда-то было. Но под этой притчей, как и под многими другими, Господь на все времена и для всех нас в том числе хочет преподать нам урок, что надо прощать друг друга. Вот эта сумма, которая в притче обозначена как очень крупная денежная единица, которой должен был первый вот этот жестокосердный человек. Это образ того, что наш долг перед Богом безмерный. И та сумма, которую как бы мы должны заплатить Богу за то, что мы постоянно совершаем в своей жизни не так, эта сумма фантастическая. Нам никогда самим не справиться с ней. Мы только уповаем на милость Бога. Но тогда и в своей жизни, когда ты сталкиваешься с теми, кто согрешил перед тобою, кто должен тебе что-то задолжал перед тобой, вина порой этих людей гораздо меньше, чем твоя в совокупности вина. Перед Богом. Но ты должен отнестись к ним с тем же снисхождением и милосердием, как ты хотел бы, чтобы отнеслись и к тебе. В Евангелии в другом месте есть такие слова еще замечательные, которые называют золотым правилом Евангелия. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Каждый из нас ждет прощения, понимания, снисхождения, какого-то особого подхода. Все мы так любим себя. Но когда порой сталкиваемся с недостатками других, вдруг проявляем какую-то безумную мелочность, придирчивость, вредность, злопамятность. И вот эта притча дана нам для того, чтобы мы увидели со стороны, как вот это выглядит перед лицом Божиим. Тебе прощается сегодня твой безмерный долг, все твои грехи, все твои ошибки, и блуд, и пьянство, и всякие непотребства, и воровство, и неправда, и все, чем ты, может быть, обидел других, причинил вред здоровью, имуществу, в государстве, среди друзей, родных. Тебе Господь все это хочет простить для того, чтобы тебя тоже научить такому же прощению и милосердию. Конечно, это не исключает каких-то правил, законов, дисциплины. Все это имеется в виду. Все это есть в государстве, в обществе. Но есть вот такие межличностные отношения, где ни с каким законом не вклинишься. Если тебя кто-то обидел по мелочи, или даже, может быть, и в чем-то значимом, ты не будешь этого человека, а иногда бывает, вот как мы видим из этой притчи, что и так сложится. Вести куда-то там на суд, в тюрьму, в прокуратуру и так далее. Тебе дается возможность между им и тобой совершить вот этот акт прощения, милосердия. Иногда это даже не надо как-то обставлять, а просто внутри себя пожелать не мстить этому человеку. Может быть, отношения разладятся, да, и не будет уже у вас такой какой-то сердечности, но не надо никого наказывать, особенно наказывать сверх меры, зная, что тебя в подобных ситуациях не наказывали, что тебя прощали, что к тебе относились с нисхождением. Отнесись и ты так же. Вот это единственная и важнейшая цель, с которой Господь произносит эту притчу, чтобы люди были милосердными друг к другу. Казалось бы, об этом говорится две тысячи, а то и больше лет, потому что, в принципе, закон о милосердии, он был и в Ветхом Завете, если приглядеться туда внимательно. Да, поверхностно кажется, что Ветхий Завет очень строг, но он был больше рассчитан на справедливость, некую справедливость вот такого первобытного сознания. Око за око, зуб за зуб. Ты причинил вред другому человеку, тебе в ответ надо воздать то же самое, и, как говорится, вы расходитесь, вы в расчете. Но Новый Завет, христианское учение, поднимает нас на новую, гораздо более значимую высоту. Прощай просто, потому что надо простить, потому что ты хочешь быть прощенным, от Бога. Ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, относись и ты к другим. Отложим в сторону это древнее Ветхое правило, око за око, зуб за зуб. Отдадим это в руки Бога. Если Он пожелает, Он сам воздаст человеку, сделавшему зло. А ты старайся простить, не мстить, сотворить добро и милость. Вот так нас Господь учит, как мы уже сказали, много-много тысяч лет. А мы, люди, все никак этому не научимся. Так будем же вновь и вновь, каждый раз, когда мы слышим или читаем эту притчу, стараться ее хоть в какой-то мере приложить к себе. Аминь.